всем привет в данном видео с вами рассмотрим карту union pay gold от банка солидарность в одном из роликов рассмотрели с вами карту union pay diamond а в данном случае рассмотрим именно карту union pay gold от банка солидарность данная карта является кадетной здесь мы на официальном сайте банка видим логотип ну то есть дизайн вернее карты выполнена достаточно шикарно и соответственно здесь мы увидим ключевое преимущество это нас лимит до 299 1999 рублей ну округленно да но это максимально разумеется лимит и льготный период по данной карте до 55 дней и соответственно требую требования заемщику это гражданство рф либо иностранное гражданство возраст на момент подачи заявки от 21 года страшно стаж работы на последнем месте не менее трех месяцев постоянная или времен постоянно или временная регистрация по месту жительства пребывания на территории рф регионе присутствия одного из подразделения банка по перечню документов заемщика то есть для граждан рф разумеется это паспорт гражданина рф для иностранных граждан достаточно большой список здесь он приведен как уже много раз я говорил с вами видео некоторые писали что читать мы все умеем поэтому долго на этом акцентировать внимание не буду для тех людей кто кого интересует данная информация именно по документам непосредственно для иностранных граждан могут ознакомиться все достаточно подробно указано то есть все там понятно и по поводу именно документов подтверждающих доходы так ну соответственно здесь там упоминается справка по форме 2ндфл справка по форме банка описка по заплатам и банкскому депозитам мощь дебютового счета и так далее тоже приводится достаточно полный спектр полный список и так скажем вы можете детально ознакомиться по поводу именно тарифа платежной системы понятное дело union pay кредитный лимит до 299 и 1999 рублей разумеется это максимальный лимит и соответственно по поводу именно обслуживание карта то есть плата за обслуживание бесплатно при ежемесячном обороте тсп то есть торговых сервисных предприятиях имеется ввиду магазин да вот если зашли магазин расплатились это есть покупка тсп то есть магазине тсп торговые сервисные предприятия общее наименование да так скажем и сети интернет на сумму вот здесь от 10 тысяч рублей и более то есть если каждый месяц до ежемесячно вы совершаете покупку неважно оффлайн да вот напрямую вы пришли магазин и либо вы расплатились в интернете ежемесячно тратить сумму от 10 тысяч рублей и более а тогда у вас обслуживание данной карты будет бесплатным в иных ситуациях обслуживание будет а 170 рублей ежемесячно по поводу именно льготного периода кредитования до составляет до 55 дней ну все мы понимаем что а льготный период это совершение покупок да то есть перевода снятия наличных не является льготным периодом то есть они не входят это не не льготные операции за которые считается право наставка то есть все-таки карты выгодно именно расплачиваться а не снимать денежные средства не переводить если же вы не реализовали льготный период процент наставка составляет 27 процентов годовых либо 20 процентов для годовых для заплатных клиентов а у кб солидарность если же речь идет о минимальном платеже минимальный платеж составляет 5 процентов от остатка задуманности на расчетную дату плюс проценты за пользование кредитными средствами ну как скажем много раз повторяю если же вы будете платить именно минимальный платеж все-таки как бы сумма основного долга до который входят в эту сумму это достаточно длительная история поэтому все-таки рекомендации это соблюдать реализовать льготный период так и ну если же все-таки так получилось что вы не реализовали льгот как можно быстрее погасить задуманность и по поводу именно снятия наличных это не льготная операция не является льготной операцией и стоимость комиссии при снятии наличных 39 процента от суммы операции но как минимум 500 рублей пополнение карты банкоматах и офиса банка без комиссии оповещение же по карте стоит 60 рублей в месяц также здесь приведены документы то есть базовые условия тарифы по картам соответственно форма заявления анкеты и общие условия выпуска абсурднее кредитных карт тоже здесь все на сайте приводится можем открыть непосредственно тарифы 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 и скачать тариф на сборник и соответственно можем открыть и там мы увидим детальные сведения до какие-то основные моменты мы на сайте увидели но всем всех же интересует более детальные сведения то есть поэтому каждый человек может самостоятельно также открыть и отслеживать все те изменения которые могут происходить и быть курсе всех событий и соответственно тариф на сборнике мы можем видеть информацию до валюта счета карты рубли рф вот здесь кстати в таблице приводится информации как по карте гол так и по карте даймонд две колоночки нас интересует карта именно гол а прошлом но в одном из роликов мы рассмотрели даймонд и рассмотрим рассматривали соответственно вторую колонку здесь карта гол и столбец номер один так срок действия банковской карты пять лет июнян пейплатерная система так и возможно количество выпуска дополнительных карт то есть можно упустить одну дубку то есть одну дополнительную карту видим процент на ставку случае не если вы не реализовали льготный период этому все рассмотрели и также приводится диапазон устанавливаемый кредитом а лимита если мы там увидели а максимальное значение здесь мы видим диапазон от и до то есть где паз он начиная от 10000 до 299 тысяч 999 рублей это уже максимальный кредитный лимит по данной карте минималь платеж мы видели как он формируется упоминается информация по поводу именно обслуживание карты но видели то что соответственно какие есть критерии бесплатности чтобы исправно пользоваться карты и соответственно если вы не выполняете данные условия сто семьдесят рублей в месяц если вы не совершали покупок на 10 тысяч рублей ежемесячно то есть вот такие условия этому с вами рассматривали уже по полный по поводу именно выпуска дополнительной карты то есть да можно выполнить выпустить дополнительной карты карту union pay gold стоимость 2000 рублей это если вы дополнительный карту пускаете при этом важный момент уже как дополнительную карту к основной голда то есть даймонд уже не выпустить то есть мы до этого смотрели сами что если по карте даймонд мы могли выпустить доп карту как gold так и даймонд так именно карте голдовской можно выпустить только голдовская карту даймонд уже не выпустить это важно и по поводу именно переупуска карты то есть случае утери почек кражи карты утрата пин-кода или сменные держатели фамилия держателя карты ну допустим все таки есть там девушка вышла замуж надо надо заменить карту но вот извините да вот 5000 рублей стоит то есть поэтому карту не теряем если же планируете какие-то изменения фамилии и имущества делайте это заранее чтобы не было таких казусов 5000 рублей начало как видите да нужно будет заплатить но если же карта окажется технически неисправной то есть до до момента пользования вами карта да тогда без комиссии то есть если карта быть размагничена до до проведения операции по карте вам бесплатно карту заменят так и в случае же если вам нужен срочный выпуск карты то есть если вам срочно нужно упустить карту это осуществимо в течение двух рабочих дней и это стоит 5000 рублей если вам нужно срочно ну всякое бывает жизни так и здесь также приводится информация информация только по выдаче заемных средств но при этом если же вы будете хранить собственные денежные средства на кредитной карте да то есть так даже если вы снимаете собственные денежные средства с кредитной карты забыла чем собственных средств комиссии 1 и 5 процентов минимум 150 рублей если же вы снимаете заемные то есть кредитные средства средства банка тогда 39 процента минимум 500 рублей то есть важно отметить все таки снимать наличие не выгодно даже если вы снимаете собственные средства как видите да достаточно большая комиссия это учитывайте пожалуйста и по поводу именно лимиты здесь все прописано все пункты соответственно так вот а при этом есть момент начисления процентов на остаток собственных средств то есть их на карте хранить собственные средства соответственно также предусмотрено начисление процентов на остаток на остаток собственных средств в диапазоне от 10 тысяч рублей до 300 тысяч рублей 4 процента годовых на остаток уже 300 тысяч рублей и более 2 процента годовых как мы видим хранение собственных средств тоже приносит выгоду, но при этом снятие даже собственных средств осуществляется с комиссией. Об этом не забываем. То есть можно хранить собственные средства, но не снимать, не переводить их. Ну, вот такой момент. Ну, конечно, интересный такой ход, да, то есть далеко не все банки именно предусматривают начисление процентов на остаток именно собственных денежных средств. Ну, еще раз повторюсь, да, вот тарифы по банковским кредитным картам. Вот видим, да, что мы не ошиблись, что это действительно сборник именно по кредитной карте UnionPay Gold. Так, ну, здесь расчеты, все такое, и, ну, первая сноска, также упоминается информация о том, что не является льготным переводом. То есть, понятное дело, что снятие наличных, переводы, там, квази-кэш, это не является льготной операцией, и за это насчитаются проценты. То есть, как уже еще раз повторюсь, соответственно, выгоднее именно совершать покупки, неважно, там, в торговых точках или в онлайн, но совершать покупки. Такой был обзор. Все моменты разобрали. Ну, если же вас интересуют еще более подробные моменты, здесь все детали именно расписаны по тарифу сборники. Я заострил внимание на ключевых моментах, ну, и на тех моментах, которые вас, как, ну, большинство людей интересует, если что, вы можете отслеживать информацию на сайте банка. То есть, на сайте, официальном сайте банка, самая актуальная версия. То есть, самое главное, не лениться читать, изучать информацию. Тогда все будет отлично. Такой был обзор. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересных видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем желаю крепкого здоровья, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok